Александр Апт сейчас четвертый. Впереди его на первом месте Евгений Плющенко, второй Гейбл, третий Фонда. И сейчас россиянин Алексей Ягудин вышел на лёд. Наша главная надежда. Воспитанник, ученик Татьяны Тарасовой. Лидер после короткой программы. Дай Бог, только ему сейчас самое главное справиться именно с самим собой, с нервами. Четверной пулык, тройной пулык и двойной. Блестяще. Молодец, Лёша. Да, здорово. Еще один четвертый. Чистейший исполнил Алексей. Очень собрано выглядит сегодня. Тройной аксель, блестяще. Комбинация вращений в волчке. Хочется добавить, что Лёша тоже очень эмоционально катает свои программы. И просто на самом деле не можешь оторваться от экрана, когда смотришь на его программу. Тройной сальфа хорошо исполнил Алексей. Отличный тройной луц. Да, Антон, что ты думаешь? Немного осталось Лёши для того, чтобы... Я думаю, что это олимпийский чемпион. Отлично. Остался только лишь тройной флип до полного набора элементов. И сейчас посмотрим, я уверен, что, возможно, следующим элементом будет исполнен. Спайк! КОНЕЦ КОНЕЦ Олимпийский чемпион! Я думаю, мы видим перед собой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Можно даже говорить об этом, не дожидаясь судейских оценок. Да, вне всяких сомнений. Больше того, я уверен, что на второй оценке Алексей должен получить оценку 6-0. И очень приятно, что он катался последним, потому что эта программа действительно заслуживает, действительно стоит высочайшей оценки за артистичность. Давайте посмотрим. Я уверен, что будет несколько оценок 6-0 за такое катание. У тренера Алексея Ягудина, Татьяны Тарасовой, вчера был день рождения. Я думаю, что это самый лучший подарок для нее. Абсолютно точно. Это лучший подарок, который только мог преподнести ей Леша. Очень рад Леше. Я думаю, сейчас вся страна за него рада. Хочется его поздравить от души, потому что мы знаем, насколько это сложно. И он с этим справился. И я, почти что уверен, принес еще одну золотую медаль для России. Леша, молодец. Спасибо тебе, Леша. Молодец, Леша. Встал на колени перед Татьяной Анатольевной. Да, и хочется отметить, что помимо юбилея, у одного юбилея у Татьяны Анатольевны был вчера еще один юбилей. Ровно 30 лет с тех пор, как она тренером поехала на первые Олимпийские игры. Ее первые Олимпийские игры, как тренера, были в 72-м году в Японии, в Саппоро. И ей было всего лишь 25 лет. И ее спортивная пара уже тогда заняла высокое пятое место. У Татьяны Анатольевны было много олимпийских чемпионов. Это и Роднина Зайцев, это и Бестемьянова Букин, это и Грещук Платов, это и Климово Пономаренко. И Илья Кулик, и хочется отметить, что это абсолютный рекорд. Она уже имеет 6 золотых олимпийских медалей, и вот это однозначно ее седьмая. И во всех, практически кроме женского одиночного катания, во всех видах, то есть она имеет 2 золотые медали в парах, 3 в танцах и 2 в мужском одиночном катании. Это абсолютный рекорд. Да, гениальный тренер. Гениальный тренер, гениальный ученик. Нечего сказать, это здорово. Ну Татьяна Анатольевна, кстати, уже где-то на третьей с половиной минуте. Обычно она очень напряжена, всегда стоит у бортика и буквально прыгает вместе с Алексеем Ягудиным. А где-то за минуту до конца программы она уже была спокойна. Она уже знала, что Алексей Ягудин сделал все, на что он способен. Затягивают судьи с оценками. Я не думаю, я думаю пытаются разобраться ставить две шестерки или 5-9-6-0. Еще раз хочу заметить, что так как Леша катался шестой и последний в турнире, оттенки 6-0 судьи могут выставить без каких-либо раздумий. Все оценки 5-9. Блестяще, блестяще. Молодец, молодец, Леша, поздравляем. Молодец, Леша. Все оценки 5-9. 6-0. Да, 6-0, здорово. 6-0, блестящая побега. Безоговорочно первый олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Я не помню, что в мужском одиночном катании на олимпийских играх кто-то получал 4 оценки 6-0. Во всяком случае, если смотреть назад, то, наверное, 5 олимпийских игр, которые я помню, никто не получал столько оценок 6-0 в мужском катании. Блестящая победа Алексея Ягудина. Спасибо, Леша. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ